12 ноября, день Зиновия. Сегодня почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и сестры его, мученицы Зиновии. Они рано остались сиротами, раздали свое наследство бедным людям, а себя посвятили Богу. Награду Зиновий получил дар чудотворения. С помощью молитвы стал исцелять больных. Вскоре его избрали епископом. Во время гонений на христиан его принуждали отказаться от истинной веры. За отказ жестоко пытали. Сестра узнал, добровольно пошла за братом. Сегодня отмечали праздник рыбаков и охотников. В северных областях в это время они отправлялись на зимний промысел. Им устраивали пышные проводы и проводили различные обряды, которые помогут привлечь удачную добычу. Например, договор с лешим о том, чтобы тот не путал следов и помог добыть больше дичи. А заодно защитить от опасностей, особенно от диких животных. Охотник обещал лешему, что будет вести себя в лесу прилежно. Лишнего зверя не бить, веток не ломать, не трогать зверей с детенышами. Если обещания не выполнялись, то леший мог охотника наказать. Запутать звериные следы, испугать, напустить болезнь, отхлестать ветками по лицу и так далее. Сегодня обязательно следовало выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хоть какую-нибудь дичь. Тогда последующая охота будет удачной. Первого подстреленного зайца охотники называли именинником и особенно радовались тому, если удалось его поймать. Считалось, что тогда весь год будет очень удачливым. В некоторых областях сегодня почитали синицы. Для них мастерили кормушки, прикармливали и верили, если синицы залетят сегодня во двор, это к счастью в доме. Приметы. Если сегодня птиц подкормить, это к удаче во всем. Много синиц возле дома, скоро наступит холода. Синицы во двор залетела счастливый знак. Синицы с раннего утра щебечут, ожидаем мороза ночью. Если девушка сегодня поест зайчатины, то станет красивой и обзаведется большим количеством ухажеров. Перед морозами вода в колодцах поднимается, а перед дождем опускается. Продолжение следует...